Всем доброе утро, если мы, конечно, добрые, потому что у меня ночка была сегодня ещё та. Я поздно легла, вчера делала уборку вечером, муж был на работе, и он должен был прийти в час ночи, я уже не ложилась, потому что думаю, сон разобьётся, в итоге мы в 2 часа только легли, мне что-то не спалось, я в итоге только в 3 заснула, потом в среди ночи слышу такой грохот, такое чувство, что дом разваливается на части, тух-рух, каблуки над головой, думаешь, боже, что происходит, неужели уже 6 часов, и эта сумасшедшая моя соседка встала и на работу собирается. Смотрю на часы 4.35, 4.35, думаю, что происходит, как бы спросу, я вообще не понимаю, что происходит, и главное, что это же как-то так связано ещё было с коридором, у нас очень сильное эхо на коридоре, и опять стук-друг, и я поняла, что, скорее всего, она как-то уезжает, уезжает, потому что слышно было чемодан, колёсики эти, слава богу, короче, она уехала, спустилась, тут уже слышу, по дорожке едет, думаю, ну ладно, ну может, уже эта молодая хоть уехала, потому что там моя дочка живёт, уехала, я хоть уже заживу спокойно, посплю, что вы думаете, 8.20, стук-дрюк сверху, мама встала, то есть такая сумасшедшая семейка, они ложатся в два ночи, ну вот в полвторого, час сорок, и 8, блин, 8.20, у них уже подъём, позавчера она уже 8.20 включила пылесос и делала уборку, конечно, я тут вообще не высыпаюсь, я раньше, когда жила в том посёлке, а мы, я никогда не спала съезд в тот днём, муж спал, я нет, как бы, я, ну, выспалась, и мне не нужен сон днём, здесь же я постоянно какая-то разбитая, убитая, упадок сил, и это, скорее всего, из-за того, что я не высыпаюсь, потому что я сплю по 6 часов, по 7 часов в день, потому что постоянно эти стуки, люди на работу идут, постоянно этими дверями лязгают, ну, короче, буду вам жаловаться периодически, пока мы сюда не уедем, у нас уже прошло 3 месяца, контракт на полгода подписан, вообще контракт подписан на 5 лет, но по законодательству, то есть по контракту прописано условие, что если это длительная аренда, вы должны проживать не менее 6 месяцев, а так, может быть, какой-то там штраф, я не знаю, что, то есть если мы нарушим контракт, то уедем раньше, поэтому мы здесь уже прожили 3 месяца, вот уже идет 4-й, и уже будем искать что-то другое, потому что, как бы если не уговаривала, все же жить здесь невозможно, нет, здесь такая слышимость, что, конечно, капец. Поснимаю вам нашу кошечку, красавицу, спряталась, под покрывало давно он так не делал, видно, спит, раньше здесь была подушка, я ее убрала, но все время под подушку кто-то залазил, ну-ка посмотрим, кто здесь у нас, киса, 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 кисто, 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 вообще у нее мания последнее время вот здесь вот я может потом как-нибудь засниму вот сюда ложится на кусочек аскета аскеза аскеза как это правильно называется то здесь целая вот кровать она ложится на кровать посерединке а иногда ложится вот тут с краю такая вот у нее аскеза я вам уже сказал что я вчера делала уборку хочу вам все заснять как я делаю уборку вчера вымела три огромных соска шерсти и думаю блин у меня же раньше всегда были коты я даже нос были ковры естественно я когда беларуси жила я даже не задумывалась что от кота столько может быть шерсти это просто жесть и мы тоже но на коврах может не так видно и и спала я с этими котами и ужас я просто сейчас вижу сколько шерсти от кошки может наша кошка так линяет не нашу тоже кузя но в любом случае от животных очень много шерсти и уборку я там периодически через день подметаю потому что эти ковтуны летают вот но уже влажную делаю раз в неделю все же я ленюсь если уже сильно грязно могу еще среди недели сделать а так просто только подметаю и у нас по плану сегодня еще поехать магазин затарится купить продукты и приготовить обед сейчас засниму вам нашу покупочку покупка на неделю может так сказать что-то остается но в основе мясо если в заморозке то остается конечно так что у нас здесь хлеб печенька овсяная взяла вот салат руку взяла там печенька тоже так яйца грецкие орехи капуста сейчас не продается тунец по одной штуке вот меркодона придумала блин лайфхак по три штуки 4 евро стоит по одной нету вот у нас нет есть но в маленьких таких круглых баночках а в большой нету так помидоры олькачёв а я не знаю как это переводится это еще узнает чуть такой так как называть кукуруза сыр взяла моцареллу хочу с руколой сделать давно не ела взяла себе творожок на вечер для похудения чтоб начали наедаться наподобие нашего остудного зерна так кефир здесь конечно глюки кефир не такой вкусный он более кислый но тоже на вечер чтобы не наедаться хлеба взяла чечеви никогда не готовила но буду готовить чтобы немножечко начинать правильно питаться меньше есть быстрых углеводов то есть там хлеб не знаю картошка рис вот что тут у меня дальше этому ждал себе ветчину взяла кролика тоже ни разу не готовила хочу научиться готовить кролика видите за килограмм 780 h так что завтра буду готовить кролика но на сегодня может будет есть у меня свинину захотел я не более свинины а себе купила печенку не знаю что это полезно но мне захотелось печенки с пюре сделаю позволю себе так сказать последний день перед таким здоровым питанием здесь у меня еще безалкогольное пиво купили еще две воды потому что меня до не хватает на неделю лохи от типа как хлорки хлорки такой вот подружка пришла наш с проверкой что тут делаешь вот снимаю чей вкусное перепадет или нет сейчас еще покажу что заморозки заморозки нас мало так заморозки мало взяла смотрите здесь либо уже порезанно продается то есть целиком только если охлажденный охлажденный вот полкило порезанно вот такие крючки и ой а мапона смотри что делать эти откосы нам царапать е-мое так и взяла вот этот как он называется индейку видите филе индейки тоже 640 за килограмм а так по-моему 790 на евро дешевле если берешь замороженный продукт они дешевле чем охлажденные вот такой у нас получился чек сейчас закину заморозку покажу а еще купили этот кошечка моя называется песок для кошки для кошки так и что у нас здесь по чеку по чеку получилось 68 евро вот практически вот такая у нас покупка на неделю 60-70 евро вот по ценам смотрите как всегда евро 2 самое дорогое вот 4 евро безалкогольное пиво потом получается ну давайте быстренько пройдусь по чеку песок для кошки вот этот евро 35 вода по евро 49 8 литров так безалкогольное пиво 448 вино вот это красное 395 вот 395 так молоко купила меньше жирности по моему сколько здесь жирность полтора процента жирность буду худеть так что там у нас молоко 904 так дальше быстренько грецкие орехи 290 рыба вот это 420 580 грамм печеньки евро 35 свинина 3 евро вот этот печень 325 325 за 8 20 килограмм ну как бы дороговато конечно потом чечевица евро 60 моцарелла 90 центов но здесь всего лишь только один вот этот шарик моцарелла кефир евро 45 вот этот 435 видите получается три штуки 435 а так в евро евро чем-то было одна баночка вот этот ворожок евро 30 каждая баночка у такого творожка евро 30 так это тоже печеньки овсяные евро 15 вот этот ветчина 237 полкилограмма полкилограмма здесь на полкилограмм так хлеб вот такой евро 60 сыр вот этот евро 90 но самое дорогое это 780 видите как он называется кролик руккола евро 75 вот это филе индейки евро 95 заморозка что я показывала яйца 230 вот этот вот салат евро 69 три штучки помидоры евро 97 это баночка вот этой штуки не знаю как это называется может в описании потом напишу что это эта штука евро 60 и цветная капуста вот эта вот штучка одна небольшая евро 25 25 за килограмм вот такие цены у нас в испании пишите комментарии какие у вас цены в ваших странах где вы проживаете вот такая наша недельная закупка как вы понимаете это не все продукты которые у нас есть наличие естественно есть какая-то мука рис я не знаю масло и который тоже мы все время в доме а это уже просто тактически вот покупается мясо не на неделю что-то остается заморозки что готовится сейчас я пытаюсь еще худеть поэтому купила водическое мясо купил этот кролик индейку заморозки у меня есть еще филе куриное так что буду пытаться готовить гиетические блюда и на ночи наедаться и кстати сегодня приснился сон буквально день-два на диете и то у нас трогать там чтоб вообще полностью да там я стараюсь есть хлеб по минимуму там на ночь делаю салат себе то есть не наедаюсь и мне уже сегодня приснились булки да пироги с маком я так разрываю этот пирог с маком я вообще такая вот мощная душа люблю больше выпечку чем тортики вот всякие там булочки что поделать но придется немножко потерпеть кстати я немного поспала вот уже сходила в душ и привела себя порядок потому что дома очень жарко опять ну не жара но днем тепло а стены все равно нагретые поэтому спутела сходила в душ на обед я готовила говядину было очень вкусно было очень поздно поэтому я не засняла уже быстренько сели есть уже к лица было не до съемок и не до камеры вот поэтому уже под фактом постфактумом говорю что ели говядину сказал ели 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 печенку говяжью я ее быстренько обрадила потушила короче спирожечки съели было очень вкусно и что и хочу прогуляться уже без двадцати восемь вечера хочу хоть на полчаса сходить прогуляться то что же два дня толком не гуляла не выходила такого коротким перебежкой магазин называется вот что такое какое-то состояние нестояние жарко вся потея надо заставить себя выйти на улицу да немножко это растрястись прогуляться гипнотизировать меня взгляну я пью челок 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 и пришла уже на вкусняшками сидит такая типа я не плела что такой был вид у нее такой взгляд будет типа ты охренела жрать а мне ничего не даешь кошка лично голодная у вас тоже как ты вечно голодные собаки пишите в комментариях кстати ела сейчас вот такой творожок очень вкусный оказался наподобие нашего 101 зерно но не кислый 101 зерно кислый этот нет и он получается даже как-то называется без жира жир всего лишь четыре процента а сделан из обезжиренного молока вставляете очень вкусный мне понравился буду покупать еще ну и пила чаем еще немножечко варенье и вот сейчас еще съем вот эту вкусную сливку села не гитаринку видела свою прекрасную кошечку взяла телефон поснимать честно и главное что еще вам немножечко нашей красавицы кошечки так любит залезть на окно обычно кто открыто на ловит потоки воздуха сейчас я хочу уходить и не может открывать окно просто спряталась за шторку сидит а еще она погрызла весь этот цветок вот весь этот цветок это не мой цветок цветок мужа ну посмотрите в каком состоянии она просто периодически садится его ест я этого не вижу когда я вижу конечно я и ругаю но вот она его уже всего изгрызла так ну чтобы быть на улицу нам надо она подать сюда убрать потому что мы ее здесь не оставляем в комнате полоса сейчас посмотрите как она на меня реагирует уходи уходи как мне ее выгнать а я обычно подушку беру ладно возьму книжку что на меня царапает возьму книжку надеюсь мне муж не привезли моей жестокости а вечно уже понимает а еще шипит шипнул побежал уже понимать почему ее убираем с комнаты потому что здесь телевизор она по распрыгала вот сюда и боимся шута этот телевизор не навернулся поэтому я ее всегда выгоняюсь комнаты и закрываю потом сюда вот дверьку чтобы она ничего не нашкодничала ну что я наконец-то вышла на улицу здесь жара 8 вечера жара а я еще крюсовки одела думала бы прохладно и тут какое-то мероприятие идут барабаны стучат мне вообще-то все действие напоминает похороны но надеюсь это не похороны просто праздник у них святого приду поближе поснимаю вам приехал кстати трамвай на сночку и санта-крус какое-то шествие посвящено святой или море там есть даже вот и тут играем а Короче, нет смысла, что говорить, потому что гремят барабаны, если оно ничего не будет слышно. Похоже на Деву Марию, спрошу, после на пару дней я ходила вниз гулять, и там на площади местной репетировал этот оркестр. Я представляла, что это какой-то праздник очередной, здесь, в принципе, каждый день это был какой-то праздник, пейерверки, музыка до ночи, короче, это очень весело живут. У них в каждом районе, в каждой деревне определенный день, но в основном это летом, какой-то праздник у них святого. Или святой Девы, или святой пилар, есть такой, такая святая пилар, или Сан-Хуан святой, Хуан, короче, праздников здесь очень много. Управляюсь на прогулку, эти, конечно, барабаны, я говорю, напоминают не похороны, а так как у меня еще травма до конца не залечена, то есть я, конечно, стараюсь улыбаться и снимать видео, но недавно был рецидит, скажем так, я поплакала. Вот, поэтому, поэтому идем гулять вдоль океана, вот эти, конечно, тут барабаны, как по сердцу ножом, такое себе. Поснимаю вам лучше красивый забор. Вот видите, какой красивый забор. Бугенвилья, здесь как бы мало ее, с другой стороны больше, но уже в другой раз поснимаю, что там сейчас идет протезия. Вот такие красивые цветочки. Обожаю Бугенвилью, она круглый год цветет. Только за меня надо ухаживать, обрезать ее, чтобы она красиво цвела. Ну и пальмочки сегодня идут другой дороги. Обычно я иду по той стороне, а сегодня, так как была процессия, иду по этой. Все, идем гулять. Про эту площадь я говорила. Это какой-то праздник именно этого района. Как бы в каждом городе есть районы, и вот это, я так понимаю, праздник этого района. Здесь, вот видите, встает киоск с пивом. Вот одеты в местные канарские костюмы. Отсюда, я так понимаю, начиналась процессия, или придет сюда, не знаю. Флажки, нужно ничего не видеть. Так что вот так вот люди развлекаются. И вот здесь будет музыка, так предполагаю, до двух часов ночи. Потому что последние две недели до двух часов ночи. И фейерверк был вчера. Все узнала, подошла к мальчику. Это праздник святой благодати, по-испански Santa de Gracia. Это праздник именно этого района. То есть, как я беру, в городе есть несколько районов. Каждый район имеет свой праздник, своего святого, святую. И вот так они празднуют несколько дней этот праздник. Вчера были фейерверки. Сегодня будет музыка до ночи. Пару неделю назад тоже была музыка до ночи. То есть, как я повторяю, здесь жить очень весело. До двух часов ночи играет музыка. Вот представьте. С людям на работу. Нет, конечно, это классно. Они умеют радовать всю жизнь испанцам. Но когда людям на работу, то тогда, знаете, не до радости, не до праздников. Так что вот такие интересные испанские традиции. На этом я закончу свой влог. Спасибо, что были вместе со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто подписан, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.